здравствуйте друзья не поговорить ли нам о ядерном оружии опять помните когда криком кричал что нужно поднимать вопрос нашего участия в дня у это договор о нераспространении ядерного оружия играть на нем пока еще этот договор был жив меня закидывали тапками русские врали и перекручивали слова зеленского и мою позицию кричали что мол украина хочет ядреную бомбу господи мы лишь хотели спросить если мы добровольно отказались от ядерного оружия и присоединились к дняу как не ядерная держава где гарантии нормальный же вопрос справедливый где тут про ядреную бомбу а понимаете в чем дело мы призвали к тому показать наш пример всем остальным ибо если можно было так поступить с нами так поступила россия то в чем мотивация других отказаться от ядерного оружия якобы под гарантией дня о ой тут понеслось понеслось но я же знал что в основе всей мировой архитектуры безопасности лежит именно дня нет дня нет архитектуры и тут началась наши дни обзорная раз пять лет конференция поднял о понеслось китай прям как из рога изобилия посыпал глава делегации кнр на обзорной конференции дня о фу цонг призвал участника мероприятия тщательно обсудить выводы исходящие из военного партнерства австралии сша и великобритании а укус сша продолжает наш китайский товарищ следует вывести все их ядерное оружие из европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе сказал фу цонг знаете на что намекает он намекает на то что если сша дает свое ядерное оружие другим то это нарушение дня а хотите продолжу мысль а если россия разместит или разместила уже я в беларуси то что продолжать дальше китай далее сша требует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против ирана вот сша следует снять китай говорит сша что же снять свои неактуальные санкции против ирана неактуальны а на этой на этой основе иран должен вернуться к полному исполнению своих обязательств ядерной сфере требует китайцы но справедливо туда чуть раньше на съездил съездил путин да и что-то видимо дал кита гарантии потому что сразу после этого сразу после этого иран демонстративно запустил центрифуги интересно кстати сразу после этого кндр приготовилась к новому испытанию ядерного оружия о чем публично собственно там не совсем еще публично на сша уже уличили хватит понеслось ящик пандора открыт а дняо пал и та конференция просто погребальный ее процесс больше нет архитектуры безопасности после второй мировой и либо мир сгорит либо будет ялта 2 большой передел да та самая которая говорил за много времени еще до нападения россии на нас как я говорил да так будет и видимо все готовятся к этой новой ялте и сейчас в мире собственно говоря идет война это не просто маневр перед перед переговором просто идет сейчас уже вот по стадии войны когда идет формирование стартовых позиций это маневренное да так но это тоже война это уже часть войны маневры это часть войны первая фаза вы спросите где-то украина а что мне вам ответить политика это искусство не допустить войны а когда идет война нет больше политики и решают только военные и как пандемии политики становится вторично а все решают врачи и эпидемиологи вы в этот период лично все переживали знали и понимаете в чем дело есть такая китайская поговорка да что крупная рыба есть мелкую мелко из креветок китайской вот это поговорок лик уан ю он перефразировал ее дополна вот мы мол малы как креветка значит мы должны стать ядовитой креветкой в этом все я хочу перефразировать что беда что никто не понял что ядовитой нам нужно стать чтобы нас не съели они чтобы нас кормили на радость другой рыбе отравить ее когда-нибудь внимание к вам придет когда слынет пена здравствуйте друзья сегодня хотел бы поговорить с вами о том о чем многие говорят на кухнях но так стараются не громко о том может ли россия нанести ядерный удар по украине скажу так еще месяц назад я бы воспринимал это просто как шутку какую-то ну то есть не серьезно или просто угрозу но сегодня и наш президент говорит о том что это вполне возможно уже разведки мира оценивают насколько это возможно и собственно говоря давайте подумаем о том возможно это или нет давайте понимать следующее что человек который вложил ну или представим себе что у кого-то кармане есть тысяча гривен и это все что этот человек заработал за всю свою длительную жизнь и ставит на карту перспективу будущего заработка и тратит на все более 900 гривен то есть было 1000 это все что было за всю прошлую жизнь тратит 900 и ставит на карту невозможность заработка завтра скажите пожалуйста этот человек он пойдет дальше или нет вот просто простой вопрос может быть этот человек угомониться ответом ну то есть грубо говоря там несколькими селами или небольшими городами я сомневаюсь я думаю что сейчас путин стал заложником цены войны помните мы много говорили о том что нам необходимо сделать так и это было правильно кстати тот момент времени сделать так чтобы цена войны для россии было огромным чтобы они остановились но случилось другое и теперь мы понимаем что он загнан в угол он заплатил ту цену которая теперь значительно меньше отлично значительно больше всего того что он может получить за ним конечно он будет пытаться идти дальше конечно мы будем пытаться его остановить но нужно четко и трезво оценивать что он будет пытаться идти вперед и чем он будет идти вперед он будет идти тяжелой техникой войсками чем он получил уже по зубам у нас киеве чернигове сумах он пойдет опять я сомневаюсь я думаю что будет идти по-другому он будет идти более кощунственным путём мне кажется что он будет пытаться применять вооружения которые не просто запрещены в мире а которые о которых даже фантазия людей не могла бы так далеко распространиться это могут быть очень очень тяжелые бомбы которые когда-то советский союз разрабатывать когда еще не было ядерного оружия советский союз в ответ на западное первенство разрабатывал очень тяжелые вооружения, бомбы очень тяжелые, которые по смертоносности были бы такими же, как ядерное оружие. Он может использовать это. Он может использовать и ядерное оружие тактическое. Давайте не путать тактическое ядерное оружие с ядерным. И давайте четко понимать, а что НАТО скажет на это? Ну вот взял Путин и использовал тактическое ядерное оружие. Ну, он использовал его по Украине. А это считается нападением на НАТО или нет? А будут ли упреждающие удары? Если это по Украине, а не по НАТО. А если это тактическое ядерное оружие, а не ядерное оружие в том стратегическом, в том понимании, как все его рисуют себе. А если дым пойдет даже по Украине, а дым пойдет на страны НАТО, это будет считаться нападением на НАТО? И многое другое. Ответы на эти вопросы пока отсутствуют. Поэтому нужно понимать следующее. Россия живет определенными аналогиями. Сегодняшняя Россия, я имею в виду Кремль. Я все-таки отделяю действующую власть от того, что есть в России. Почему-то действующая власть считает себя, скажем так, преемниками России. И почему-то считает себя преемниками СССР. А раз так, они живут историческими мифами и легендами. Вот миром правят мифы, да, я говорил всегда. Так вот, мне кажется, и Россия правит мифы и легенды. Помните исторический миф о том, что, ну может быть он и реальный, но тем не менее уже исторический миф о том, что СССР ушел из ГДР и дал добро на объединение взамен на то, что НАТО не будет распространяться. Соответственно, получается, с точки зрения Кремля, сегодняшних сидящих там, НАТО их якобы кинуло. А НАТО это кто? Это США, да? Соответственно, США их кинули и начали распространять НАТО. Соответственно, что они рисуют? Они рисуют аналогию. Они пытаются из Украины превратить, Украину превратить в ФРГ, то есть ГДР, ту точку ноль, из которой их изгнали. Понимаете, что они пробуют делать? Они же живут этими мифами. Их выгнали в точке ФРГ и ГДР, и они пытаются создать точку ФРГ и ГДР здесь, в Украине, теперь сейчас. Они насмотрели, что было в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане и так далее. И они пытаются теперь действовать так же. Они ненавидят США и провозгласили США главным врагом. Почему? Потому что по Фрейду они хотят быть такими же. Они завидуют и мечтают быть такими же. Они, провозглашая в своей пропаганде ненависть к США, сами пытаются копировать США во всем, только в самые плохие стороны, которые есть, и быть им подобными. Вот в чем их беда. Они думают, что они такие же. Но есть и, ну, скажем, неприятная новость. Они пытаются дружить с Китаем, у которого свои отношения США, но сумма экономик Китая и Индии, более 50% в мировой экономике, это значит, что они могут быть отдельным центром. А теперь добавляем туда Россию, и добавляем другие страны, которые будут к ним присоединяться. И это уже может быть вполне более 60% под 70%. И тогда баланс сил может измениться. И все это, все это, в воспаленном мозгу там в Кремле, рисуют возможности о новом переделе мира. И они думают, что они будут идти дальше. Аналогиями. А теперь давайте я вам проведу еще одну аналогию, которая очень похожа на Украину. А ведь они руководствуются аналогиями. Аналогию, которая себе позволила в свое время США по отношению к Японии. А теперь я вам просто процитирую пост Сергея Дыцюка. А вы попытаетесь провести сами аналогии по каждой фразе, которую я процитирую с того поста. И подумайте, насколько это возможно в воспаленном мозгу в России у тех, кто сегодня там правит. Цитата Дыцюка. Разберем пример с атомной бомбардировкой США-Японии в 1945 году. Рефлексивная модель США была такова. Япония сказала, что каждый японский город будет биться с войсками США до смерти и последнего жителя. Ничего не напоминает, да? США посчитали потери неприемлемыми. Внимание. И нанесли удар по Хиросиме. Почему Хиросиме? Просто нанесли. Тем самым США сказали Японии, штурмом брать города не будем. Ничего не напоминает. Будем их уничтожать полностью, сохраняя наши жизни. Ну, их жизни. Япония не поняла. Вторая серия. Через три дня был нанесен удар по Нагасати. Япония все поняла. И через пять дней был заключен мир на условиях США. К тому же США не оккупировали Японию, помогли ей выйти из милитаризма. Поскольку японцы понимали, почему США это делали, сохранил множество жизни и американцев, и японцев. Япония быстро по историческим меркам это преодолела. Конец цитаты. Я к чему веду? Я веду к тому, что в мозгах, там, в Москве, живут вот эти аналогии. Аналогии с тем якобы ФРГ и ГДР, которые они пытаются сделать здесь сейчас. Аналогии с Японией и поведением США. Аналогии с глобальным миром, как приносили демократии туда и как у них. Аналогии с тем, как Куба воспринимает в зоне геополитических интересов США, а так и почему бы Украину они не могли себе воспринять. И все это на фоне слабого Запада и слабого НАТО. Вопрос. Как будет НАТО на это все реагировать? Будут помогать нам опять двухстволками? Или все-таки дадут нам авиацию? Может быть, все-таки наложат нефтяной эмбарго? Потому что именно это будет отрезать Россию от ресурсов. Может быть, нет смысла ждать до тех пор, пока они действительно смогут, не дай бог, нанести ядерный удар тактическим оружием? И что потом? Рефлексировать? Что? На что рефлексировать? Нам от этого что? Поэтому я призывал и призываю сегодня всячески поддерживать дипломатические усилия нашей власти, требующие превентивных действий по отношению к России, потому что потом будет поздно. И на полном серьезе относиться ко всему тому, что звучит их из их ртов у них там в Кремле, в Думе и даже от их сумасшедших политиков. Все возможно. Нам нужно быть к этому готовыми, но также нам нужно готовить к этому мир и требовать превентивных действий. Также в конце каждого видео я прошу всех, посмотрев на плашку, которая прикреплена к этому видео, то, о чем раньше не просил. Мне не нужна была помощь донатов или чего-то еще. Я просто делал то, что делал. Но сегодня я буду просить вашу помощь, помощь всех иностранных партнеров и украинцев. Помощь нашему фонду, который мы создали для точечной и адресной помощи тем, кто нуждается сегодня. И помощи тем, кто помогает тем, кто нуждается. Это волонтеры, которые, может быть, сами не добывают эту волонтерку, но обеспечивают ее трафик. Те, кто распространяет ее до конкретной семьи, следят за тем, чтобы она попадала именно туда, куда нужно. И также мы собираем еще денежку на специальные медицинские мобили, которые могли бы собирать донорскую кровь по областям, свозить региональные центры, где она бы служила нашим защитникам. Я не сторонник колхоза, очень не люблю коллективные помощи. Я хочу, чтобы та помощь, которая будет поступать в наш фонд, который помогли создать нам друзья, и который вы видите на плашке, это тот фонд, который точечно будет помогать тем, кого мы знаем, кто собственным именем гарантирует безопасность этих денег и ресурсов. Я гарантирую своим именем, мои друзья, мы будем помогать и помогаем уже через Союз Организации Инварида, Сережку Богданова нашего, которого мы видели в первой пятерке того движения, которое мы создавали. Сейчас мы не занимаемся политикой. Мой YouTube-канал, все мои социальные сети и так далее сегодня служат благо страны, а не политики. Больше мне не интересно сейчас, по крайней мере, во время войны и до победы, заниматься политикой. Сейчас я принял решение поддерживать и помогать действующим гостям. И так, я думаю, это правильно. И, собственно говоря, сегодня я прошу вас, то, о чем не просил ранее, помогать нашему фонду, чтобы мы могли помогать другим. И поверьте, все будет хорошо. Мы победим. Мы все в предыдуем. Все будет хорошо. До новых встреч.